Доброго дня, уважаемые дамы и господа, меня зовут Белява Сергей. Сегодня 26 ноября 2017 года, я в Республике Казахстан, и меня волнует вопрос пенсионных накоплений, которые аккумулируются на сегодняшний день в едином накопительном пенсионном фонде. Побудило меня записать это видео, заявление пенсионного фонда о том, что они вкладывают деньги в европейские банки. Мне кажется, лично мне кажется, что эта ситуация абсолютно абсурдная. Если у нас слишком много денег, то, наверное, у нас не должно быть ни безработных, ни бедных, ни голодных. Хотя это не так. Почему я против вкладывания Европы или в Америку? Да потому что все кризисы начинаются именно в этих странах, а потом почему-то отражаются наши экономики. И когда наши руководства страны говорят, мы хотим жить как там, или давайте жить как там, мне вообще непонятно. Мы что хотим, угробить и экономику свою собственную, и жить так же, как они, на свалках, в большей части своей. На сайте едином накопительного пенсионного фонда говорит, что они бы цель их цель достичь финансовой свободы на пенсии. Наши пенсионные фонды уже работают 19 лет. 19 лет? 19 лет! Может, пора все-таки снять хотя бы один сюжет о том, что какой-то пенсионер вышел на пенсии и на свои накопления, обратите внимание, на свои накопления живет хорошо. Покажите хоть одного пенсионера, пускай это бывший министр, или еще кто-нибудь, кто говорит о том, что он хорошо живет. В нашем пенсионном фонде 9 миллионов 600 тысяч вкладчиков. Накопление 7 триллионов 273 миллиарда тенге, это примерно 22 миллиарда долларов. Примерно. Это огромный день. Почему они должны уходить за рубеж? У нас неужели проблема? Куда можно вкладывать деньги? В Казахстане. Я как гражданин, мне 52 года, я думаю, что вообще-то я заслужил хорошей жизни. И не только президент нашей страны имеет право хорошо жить с его членами семьи на основе закона и убасы, но еще хотел бы и я жить неплохо. У меня четверо детей, у меня трое сыновей, которые должны выжить в этой стране, иначе тогда смысл какой? Давайте посмотрим, куда можно вкладывать деньги. В промышленность. В первую очередь, пенсионный фонд обязан вкладывать деньги в промышленность. Оборонную. Что это значит? Это значит рабочие места. Там, где могут мы работать и производить оборонную технику, чтобы защищать нашу страну. В атомную энергетику. За атомной энергетикой будущее и будущее говорит, нефть, газ умрет, пока он умрет, и мы умрем тоже. Но тогда давайте вкладывать деньги в атомную промышленность, чтобы строить электростанции атомные. Дальше железные дороги. В железные дороге мы, Казахстан, находятся между Россией с Европой и Китаем. И мы есть транспортная система для объединения двух частей огромного континента. На этом можно зарабатывать деньги. Почему пенсионный фонд не покупает акции темиржалы? Не покупает вообще темиржалы? Для меня это очень странно. Электроэнергетика, электричество, чем мы пользуемся постоянно, это мы обязаны выкупать 100%. И почему пенсионный фонд не вкладывает туда? Зачем нам иностранные инвесторы? Если мы деньги не знаем уже куда девать по заявлению пенсионного фонда? Нефть и газ. У нас кто только не работает. Американцы работают, англичане работают, немцы работают, россияне работают. Почему Казахстан не выкупает нефть и газы месторождения? Это нужно. Кстати, заблуждение, что они закончатся. Это возобновляемый ресурс. Как это определяется. И Владимир Владимирович Путин об этом сказал. Возобновляемый ресурс. Почему мы это не выкупаем? Весь самрук Казана вообще должен быть выкуплен пенсионным фондом. Самрук Казана представляет собой государственные компании. А что такое государство? Это люди, которые живут на этой территории. Правильно? Это мы и есть государство. Лично я есть частично государство. Лично вы, которые смотрят это видео, тоже частичка государства Казахстана, если вы гражданин Казахстана. Почему эти наши богатства находятся в управлении непонятного вообще кого? Выходцев каких-то с Гарвардов, каких-то непонятных институтов за рубежом, где там экономика постоянно в кризисе, но почему-то они приходят и нас чему-то учат. Чему могут научить больные, здоровые люди? Пенсионный фонд должен выкупать все эти собственности. Коммунальное хозяйство. Абсурд. У нас постоянно растут цены. Цены на электроэнергию, цены на газ. Причем цены падают на мировом рынке, а у нас они почему-то растут. Да, они компенсируют свои потери на внешних рынках. Но когда на внешних рынках ротную цену нам снова повышают цены, потому что говорят, ну на внешних рынках же повысили. Это вечно. То есть коммунальное мы должны забрать. Вода, газ, электричество, общественный транспорт. Это все должно быть пенсионные фонды. Вы поймите, когда пенсионные фонды приобретают эти предприятия, они же создают рабочие места. Рабочие места для наших граждан. Сельское хозяйство. Кредитование колхозов, совхозов. Обязательно нужно это делать. И потом последующий выкуп. Я сам столкнулся с тем, что после 45 лет тянет к земле что-нибудь сделать. Поэтому в Советском Союзе были дачи очень популярные. Люди кормили с них. Почему мы не можем выкупить целые колхозы, целые артели сельскохозяйственные, где пенсионеры потом могут вообще работать? Внешнеэкономическая деятельность. Мы обязаны участвовать в Киргизии в энергетике, гидроэнергетике. Потому что проблема с вкладоснабжением Казахстана Южного через Киргизию, почему нам не решать этот вопрос? Мы должны вкладывать и, может быть, выкупить Киргизию. Или участвовать в этой гидроэнергетике Казахстана через наши пенсионные накопления. Ведь это пенсионеры в Казахстане, живут тоже на юге. В Узбекистане хлопах, растеневодство. Почему мы туда не вкладываем, не инвестируем деньги, чтобы свежие овощи, фрукты были на наших столах? И наши пенсионеры могли работать там. В Китае нефтехимия. Наши три нефтеперегонных завода на отвратительном состоянии находятся. Почему нам не инвестируют в нефтехимии Китая, чтобы свою нефть переработать там? Когда я работал в Чимкенте нефтёрксинтезе на Шносе, в Харикене, китайцы предлагали из тонны нефти отдать 950 килограмм чистого бензина. При этом еще давали мазут и смазочные материалы. То есть глубокая переработка. В Чимкенте светлые нефтепродукты 36%. Может быть, сделали чуть больше. А там 95% светлых нефтепродуктов. Надо вкладывать в Китай, чтобы снабжать нас хорошими нефтепродуктами, чтобы не было кризисов с бензином. В России нефтегазо-транспортную сеть мы не можем продать в Европу, нефтегаз минуя Россию. Почему пенсионный фонд не вкладывает деньги в российскую экономику, чтобы вот эти транзиты были для нас дешевле и мы были независимы. В этом турецком потоке участвует в том числе. Как можно инвестировать? Я вот примерно подумал. Каждое предприятие, которое хочет получать деньги с пенсионного фонда, оно должно привлечь к себе деньги. Как деньги должны привлекаться? Ну, точно не чиновники пенсионного фонда. Там, по-моему, еще сидят люди не очень далекие в экономическом плане. Пускай никто не обижается. Ну, покажите свои результаты. Должно быть, как раньше пенсионных фондов, должно быть какое-то привлечение. Что необходимо? Создать модуль для инвесторов по территориальному признаку, где хотят привлечь деньги. Ну, например, в Алма-Ате. Хочет построить, например, какой-то жилой комплекс строительной компании. Именно в Алма-Ате. Кто будет жить в этих домах? Ну, понятно, кто, кто живет на территории Алма-Аты или Алма-Атинской области. То есть строительная компания может обойти любых людей, вкладчиков в пенсионный фонд и предложить их инвестировать свои пенсионные накопления в эту компанию. Но не напрямую. Например, они обойдут тысячу человек. У каждого человека есть свое накопление. Он может прийти в пенсионный фонд и сказать, я хочу вложить деньги, часть своих накоплений, например, в эту строящую компанию. Или какое-то сельхозпредприятие может тоже обратиться с меморандумом, предложить вкладчикам пенсионного фонда, часть их пенсионных накоплений, заявить желание на направление, на участие в этой компании. Под какие проценты? Инфляция, уровень инфляции, который сейчас у нас 8,5%, плюс 1%, но не больше. Почему так? Да потому что то, что вкладывает единый накопительный пенсионный фонд, какой у него уровень доходности? Вот смотрели выписку, например, то, что они публикуют, да? Помните, такого приложения есть? И вот обратите внимание, что они говорят. Что в прошлом году инвестиционный доход составил только 7,95%, а уровень инфляции составил 8,5%. Это значит доходность ниже, чем даже уровень инфляции. Пускай мы будем инвестировать все деньги в уровень инфляции плюс 1%, хотя бы 1%, чтобы не завышать тарифы. Ведь в депозитах сейчас можно положить деньги под 14%, хорошо, пускай под 12%. Но зачем тогда нам нагромождение этого пенсионного фонда? Можно тупо вложить деньги в депозиты и вообще не переживать ни о чем. А тут мы говорим об инвестициях. При этом пенсионный фонд должен создать этот модуль. Пускай это эксперты работают и говорят, да, это платежеспособная компания, не платежеспособная компания. При этом хищение денег из пенсионного фонда должны приравниваться к хищению государственных средств. И без права на амнистию. Должно быть защищено 100%. Так вот, если предприятие хочет привлечь инвестеров, что они должны? Не менее 11 человек привлекает свою компанию. Например, у меня 11 миллионов. Я могу вложить деньги. Но есть ограничения. Я не могу вложить больше, проголосовать, что не более 30% могу вкладывать в какое-то предприятие. И значит, я могу участвовать примерно в 4, не минимум 4 предприятиях, да, своих инвестируют деньги. Родственники. Каждое предприятие, которое создается и просит кредитования, оно, конечно, набирает себе родственников. Так вот, родственники должны, вкладчиками своих пенсионных накоплений, должны быть больше, чем 30%, для того, чтобы была согласованность с оценкой этой компании. Далее. Обязательно трудовое устройство на этом предприятии, которое деньги берет займы у пенсионного фонда, не менее, чем 1 шестую часть. То есть, каждый шестой человек должен быть будущим пенсионером или действующим пенсионером. Так мы создадим хотя бы рынок труда. Дальше. Целесообразное. Ценообразование. Все предприятия, которые будут привлекать деньги, сединокопительные пенсионные фонды, не должны ставить рентабельность больше, чем 40%. В этом стане мы установим определенный уровень ценообразования. Дальше. Должны быть публичные отчеты. Штатное расписание должно быть, в том числе и доходность руководителей, должно быть согласовываться с единым накопительным пенсионным фондом. При этом зарплата руководителей не должна превышать в 4 раза больше, чем средняя заработная плата предприятия. Причем предприятия не руководящего состава, а именно основного производственного персонала. Я думаю, эти критерии можно разрабатывать. Но в этом случае, я как пенсионер, находясь в Алма-Ате, если ко мне придет предприятие, которое хочет работать в Алма-Атинской области или в Алма-Ате, и просит прокомментировать ее, я как пенсионер с удовольствием даст свои накопления. Я буду знать, где они работают. И причем доходность будет больше. Я при этом могу приехать в любое время туда, на это предприятие, и спросить, что там происходит. Я могу устроиться на это предприятие, работать, чтобы иметь все эти пенсионные числения в виде дохода, которые я получаю. Я буду относиться к этому предприятию как к своему собственному, и не воровать там, ну, наверное, не позволю никому. В чем в этом смысл? В последующем, если доходность этого предприятия будет достаточно высока, часть прибыли распространяется на тех вкладчиков, которые изъявили участвовать в этом кредитовании, остальная прибыль уходит в общий единонакопительный пенсионный фонд. Если один из участников единонакопительного пенсионного фонда будет более активным, его можно поощрять дополнительно. То есть, я думаю, что это можно очень рассмотреть. Кроме того, вот я вам показывал выписку из пенсионного фонда, да? Вот здесь показывают, фактически доход есть в уровне инфляции. Я теперь хочу, чтобы кроме инвестиционного дохода, который мне показывают, например, да? Я хочу, чтобы здесь показали еще дополнительную строчку. Недостающий доход до уровня инфляции. То есть, сколько мне пенсионный фонд реально, ведь он мне нанес убыток, реально пенсионный фонд принес мне убыток. И когда я буду выходить на пенсию в 63 года, мне государство должно будет доплатить потери до уровня инфляции. То есть, нужно показать, что пенсионный фонд работает отвратительно, а государство должно мне выплатить деньги. Вопрос, а государство откуда деньги возьмет? С тех же самых налогов. Получается, я сам себе погашаю убытки, которые наравлопатил кто? Единонакопительный пенсионный фонд. То, что управляет этими активами в соответствии с законом пенсионного обеспечения Национальный банк Республики Казахстан, я буду это разбирать отдельно. Это вообще структура, по-моему, вообще ненужная. Я считаю, что это вообще предатели нашей страны, которые не имеют права на честование. Вкратце скажу, что за ответственность за ценообразование Республика Казахстан несет ответственность именно Национальный банк. Почему не посадили ни одного председателя Национального банка за нестабильность тенгея, за девальвацию тенгея, за рост цен? Посадите кого-нибудь, публично так, ну реально так. И тогда будет совсем неплохо. То, что о пенсионном фонде, мне кажется, такое. Дальше. Пенсионные фонды, которые инвестируют эти деньги. Вот в пенсионном фонде, в центре, должна быть команда специалистов, которые могут оценивать риски предприятия, давать добро на инвестиции. То есть я могу изъявить желание откладывать деньги, но кто-то должен сказать, что да, это и есть оценка, потом обязательства должны быть оценены, какая-то ответственность у того, кто хочет занять эти деньги. И потом эти люди должны нести ответственность за собственную оценку, что в банках современных почему-то не происходит. То есть центральный аппарат единокомпитив пенсионного фонда должны быть в виде юристов, адвокатов, которые все заканивают, любые займы, да, и оценщиков, которые могут все это делать. Дальше. Обязательно нужно будет финансировать социальную сферу. Социальная сфера необходима. Те же пенсионеры, они же должны где-то отдыхать, на курортном лечении находиться, обучать подрастающие поколения, детские сады, там, начальные школы. Все это должно финансироваться за счет пенсионного фонда. И та огромная когорта людей, хороших, пока они еще живы, слава богу, преподаватые еще советской школы, чтобы они могли передать свои знания маленьким детям, дошкольных учреждений, вот эти вот дошкольные клубы. Все это должно финансироваться за счет единокомпитив пенсионного фонда. Кого мы должны вырастить? Потому что проблемы с образованием у нас огромные. Даже я иногда сержусь на своих детей, потому что они легкомысленно так относятся к Великой Отечественной войне, не знания этой страны. Вот сейчас на Украине происходит война, реально идет война, убивают людей. При Балтике фашисты маршируют, как и в Киеве, да? Это вообще сумасшествие. Уважение большой президента, которого не выдержал, пожимая руку этому Порошенко, это их украинацистов там поддерживает. Вообще политики заслуживают огромное уважение, потому что им приходится с дерьмом общаться каждый день. Но они должны еще за отпечатки на свою роль. Я отдельно коснусь, видя своего руководителя нашей страны, любой страны, да, и дам свою оценку. Но то, что пенсионный фонд я хотел, хочу, чтобы деньги не выходили за рубеж, а они инвестировались внутри страны, создавая нам рабочие места, чтобы каждый пенсионер не только доживал до пенсии, но еще мог плодотворно работать на пенсии путем создания рабочих мест, через кредование своих пенсионных накоплений в нашу реальную экономику. Пускай это будет маленькая ферма, пускай это будет там парикмахерская, не знаю, там строительная компания, завод, оборонная промышленность, не важно куда, но деньги должны работать реально в нашей стране, для наших граждан, для нашей страны. Такое вы сказали по поводу инвестиций в единокопительные пенсионные фонды. Спасибо вам большое за внимание. Если кому-то интересно, давайте это обсудим. Контакты свои оставлю внизу. Спасибо за внимание.